Желание помогать людям и спасать их в трудные минуты. Благодаря этим качествам медиков наша с вами жизнь в надежных руках. По-прежнему они трудятся на передовой. Наш корреспондент Анна Троян вместе с врачами скорой помощи провела один день и убедилась, насколько тяжелы их будни. Еду ли я на работу или еду я с работы. Я стараюсь думать о хорошем, я стараюсь думать о семье. Такой подход помогает Вячеславу Беспалову уже 15 лет спасать жизни и не выгорать на работе. В реанимационной бригаде рука об руку с ним трудится фельдшер Зейнал Зейналов. 9.00. Медицинский тандем скорой помощи заступает на смену. Первым делом переодеваются в специальную экипировку. Собирают чемодан со всеми необходимыми препаратами. Прицель есть, чистый контейнер для иглы есть, маски есть, перчатки есть, антисептики есть. Все, расходник взял. Врач-реаниматолог с фельдшером готовы к суточному дежурству. Три года командной работы сплотили медиков, понимая друг друга. С полуслова. Здравствуйте, скорая. Что случилось? Задыхаетесь, да? Диспетчеры скорой никогда не теряют самообладание. Если на другом конце провода случилась беда, их долг не только отправить бригаду, а оставаться на связи, чтобы дать рекомендации по оказанию доврачебной помощи. У меня все хороший коллектив, спокойные, не реагируют на себя, это все не принимают и стараются успокоить взывающих, найти с ними общий язык. Во время сезонных инфекций для отдыха у бригад нет ни минуты. На вызов врачи обязаны прибыть в течение двух часов. В экстренном случае надо успеть добраться до пациента за 20 минут. Восьмая бригада, восемь, восьмая. Отсчет пошел. Реаниматолог Вячеслав Беспалый и фельдшер Зейнал Зейналов отправляются на экстренный вызов. Мы работаем сутки через сутки фактически. Работать тяжело. Работаем, в принципе, без заездов на подстанцию. Вызовов может быть и 20, и 25 за сутки. В реанимационной карите скорой помощи есть все для спасения тяжело больных пациентов. Мы готовы всегда, какой бы ни был вызов. Ведь у нас работа такая, что дают, допустим, высокая температура, а ты приезжаешь, а там нарушение ритма, человек при смерти. Выезжая, казалось бы, даже на несложный вызов, мы должны быть готовы к самому тяжелому. Скорая оснащена реанимационными наборами для детей и взрослых, в том числе для родов. А аппарат ИВЛ, говорят врачи, сейчас им нужен ежедневно. Порой приезжаем на вызов. Больные находятся с дыхательностью 4, 3, 4 степени, с выраженным аккационозом, с выраженной одышкой. И практически сами дышать уже не могут. И для того, чтобы спасти жизнь, у нас есть портативные переносные баллоны с кислородом для подачи ингаляции. Несмотря на постоянный контакт с больными, вирус коснулся только фельдшера Зейнала. Болезнь он перенес в легкой форме. Все-таки, конечно, боимся из-за родных, из-за людей. Чтобы они не болели, чтобы обезопасить себя. Но приходим домой, ну, конечно, мы все антисептики, все обрабатываем, все вещи свои. На это учились, что мы выбрали эту профессию. Мы должны помогать людям. Вот поэтому мы и остались. 12 лет уже работаем. Все 30 люберецких бригад скорой помощи прошли подготовку по работе с ковидными пациентами. В медицинском арсенале теперь всегда есть экспресс-тесты на коронавирус и дополнительные средства индивидуальной защиты. Доктор, надо вызвать температуру. Шесть дней температурить. Все, я понял. Все, надо... Там подозрение ковид, да. Как раз этот случай, когда медикам нужна дополнительная оборона. На экипировку надевают защитные костюмы. При осмотре пациента бригада выясняет. У Натальи хроническое заболевание. Приступ бронхиальной астмы спровоцировал одышку и плохое самочувствие. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. После полученных рекомендаций на месте проводят экспресс-тестирование пациента. Тест на ковид отрицательный. Ой, как хорошо. Смотрите, вот одна полосочка. Большое вам спасибо за ваш труд, за все, что вы в день столько вызовов у вас. И очень благодарны вам. Пожалуйста. Трудясь на передовой, медики находятся в постоянном напряжении. При этом у них нет права на усталость и возможности дать волю эмоциям. За масками и защитными костюмами скрываются люди с большим сердцем. Они живут и работают ради того, чтобы помогать другим. Самое важное, что должно быть у каждого из нас, это любовь. Любовь к людям, любовь к своей работе. Нельзя заставить человека быть медиком. Надо быть рожденным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.